Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые дамы и господа, задача моего выступления упростилась, так как вы фактически многое уже услышали от предыдущих докладчиков. Наше выступление построено как раз на тех рекомендациях консенсуса конференции, где 40 экспертов заседали неоднократно для принятия решения и предложения рекомендаций европейских по диагностике и лечению рака эндометрии. Здесь только вы видите ведущие имена, позвольте мне как раз эти рекомендации озвучить с нашими российскими ремарками. Во-первых, еще раз сказать, что принималось решение на уровне доказательности, наиболее высокий это уровень 1, где результаты были объективно рандомизированных исследований, наиболее низкий уровень доказательности это 5. Далее уровень доказательности приводил к решению о качестве рекомендаций и путем голосования принимались соответствующие рекомендации. Факторы риска, которые были хорошо озвучены Львом Михайловичем, но он очень скромен и не сказал, что еще молодым ученым стоял у истоков разработки концепции двух патогенетических вариантов, отдавая дань уважения и почтения своему учителю Владимиру Михайловичу Дильману и профессору Яну Владимировичу Боховну. Вот были приняты тогда два патогенетических варианта. Так, Лев Михайлович. Ну и далее вопрос о профилактике. На сегодня профилактики рака эндометрия, к сожалению, нет. И они могут выглядеть только в виде рекомендаций для женщин, которые должны знать о риске рака эндометрия, а именно рекомендовать им следить за массой тела, за углеводным обменом. И физически соответствующие упражнения тоже вот одни из таких мягких рекомендаций для профилактики рака эндометрия. Где-то в какой-то степени профилактику можно рассматривать. Это прием гормональных контрацептивов, которые в два раза снижают риск рака эндометрия и рака яичника. Только для рака эндометрия, который связан с синдромом Линча, у пациентов с синдромом Линча, вот им как раз один из вариантов профилактики может быть предложен по завершению репродукции. Это выполнение профилактической хирургии в виде пангистроктомии. Относительно скрининга рака эндометрия, также мы хорошо знаем, что, к сожалению, скрининга для рака эндометрия нет на сегодня. Ни ультразвуковое исследование у женщин постменопаузальных с большим числом ложноположительных заключений неоправданных инвазивных методов заставило отвергнуть пока на сегодня решение о принятии вот таких скрининговых программ для рака эндометрия. И опять же, просто женщина информирует о том, что да, возможно развитие у нее рака эндометрия, особенно в постменопаузе, и при первых симптомах, а первый симптом это кровотечение, кровомазание, обращаться к гинекологу. И вот только для пациенток с синдромом Линча, вот им предлагается скрининговая программа после 35 лет, если это не профилактическая хирургия, то вот вариант ультразвукового исследования и дальнейшей углубленной диагностики. Лечение рака эндометрия у молодых. Стандартное лечение, стандартное лечение, это хирургическое лечение, это гистерэктомия, саднексэктомия и с удалением или без удаления лимфатических узлов. Это позволяет достигать высоких результатов у молодых, потому что это ранние стадии, фактически выше 90%, но при этом идет потеря фертильности. И поэтому один из вариантов, который можно предложить после того, когда вы говорите, что стандартное лечение хирургическое, это вариант консервативного лечения, если женщина хочет сохранить фертильность. Надо сказать, что опять отдать дань должного как раз нашей школе Санкт-Петербургской, которая занималась, начинала, были пионерами в лечении рака эндометрия, но потом эту эстафетную палочку очень хорошо подхватил институт Герцена под руководством Елены Григорьевны Новиковой, и у нее защитила диссертацию докторскую Ольгу Владимировичу Чулкову, и иностранцы всегда удивляются, когда видят, какой большой материал. Сейчас, в настоящее время, следующая уже группа под руководством Ольги Валерьевны Новиковой продолжает это направление консервативного лечения рака эндометрия, и вот после перерыва будут представлены данные. Но какие рекомендации идут? Значит, если пациентка, все-таки обсуждается с ней вопрос о консервативном лечении, это пациентки с атипической гиперплазией эндометрии или высоко дифференцированный рак эндометрия. Требуется тщательное обследование, которое включает не только УЗИ и рекомендуется МРТ малого таза, и, конечно же, лечение в специализированных учреждениях. А какая терапия? Как относительно стандартная, остается прогестинотерапия в виде таблетированных вариантов, это медроксипрогестроноцитата и мегестролоцитата Мегейса, но и на сегодня уже, если это раньше считалось как пилотное исследование, на сегодня уже и признается лечение в сочетании, это местная гормонотерапия, левоноргистрировая спираль, которую результаты будет представлять как раз Институт Герцена. И эффективность лечения довольно-таки высокая, хотя она, конечно, ниже, чем хирургическое лечение. Здесь возможны и ранние, и поздние рецидивы заболевания, о чем предупреждается пациентка, и при неэффективности лечения предлагается стандартное лечение, которое включает в себя гистероктомию. В некоторых ситуациях возможно сохранение яичников, но желательно в этих ситуациях отследовать пациентку на БРК-носительство, чтобы исключить возможное развитие первичного дальнейшего множественного рака яичника. Но если это успешное лечение, то лечение оценивается за короткий промежуток времени, в настоящее время, если раньше это могло растягиваться на более полугода, год, фактически вот такой сжатый идет режим лечения до 6 месяцев, оцениваются результаты лечения, и если пациентка желает беременности, то ее сразу же фактически направляют, не ждут спонтанной возможной беременности, а направляют в РТ-клиники для получения возможной беременности. Если женщина после успешного лечения не решается еще, или у нее нет партнера для беременности, то после завершения основного лечения предлагается еще поддерживающая терапия в течение 6 месяцев. И далее, эффективность такого лечения по сводным данным в отношении беременности составляет 28%, если мы дожидаемся возможных спонтанных беременностей. Но вот то, что сейчас высокие технологии ЭКО позволяют повысить индекс получения фертильности у этих пациентов почти до 40%. Поэтому еще раз подчеркиваются эти новые технологии. В отношении хирургии сегодня очень хорошо звучало выступление Валентины Михайловны Нечушкина, поэтому, наверное, повторяться я особенно не буду. Но хотелось бы сказать, что еще раз, что стандартное лечение – это гистероктомия с аднесэктомией. И далее мы обсудим и лимфоденэктомию двумя словами. Но вот еще хотелось добавить, что сохранение яичников может рассматриваться у пациенток моложе 45 лет с инвазией миометрии менее половины и при G1. То есть, возможно, если все-таки хирургическое лечение, возможность сохранения у этих пациенток яичников. Но вот то, что мы с вами говорили, что если это БРК положительный, то надо делать авариктомии, и если это пациентка с синдромом Линча. Относительно остальных пациенток, где вопрос о хирургическом лечении решается в пользу выбора метода лечения, то, видите, на первом месте на сегодня стоят малоинвазивные хирургии, которые рекомендуются для низкого и среднего риска рака эндометрии и даже для высокого риска рака эндометрии. Это уже стандарт лечения, сегодня уже озвучивалось, у нас пионерами являются клиников, которые профессор Игорь Викторович Берлев внедрил, вот как стандартно. Сегодня вот уже звучало более 95% пациенток рака эндометрии и оперуются именно лапароскопические, особенно те, которые с ожирением. Относительно лимфоденоктомии очень хорошо звучала у Валентины Михайловны, но она не показала эти слайды за недостатка времени, а я себе позволю, потому что они так красочные, где исследования АСТЭК и итальянское исследование, которое выступает даже как бы против, идет перелечивание с лимфодиссекцией у больных первой стадии заболевания. Вообще, относительно лимфодиссекции, вот мы с Леной Григорьевной 40 лет назад где-то пришли в онкологию, и вот монография Яна Леонидовича Бухмана 1976 года, так, так, нет, но в 1976 году, нет, метастазы рака эндометрия 1976 года, и как раз и мы на симпозиуме выезжали, и тогда да или нет, делают лимфодиссекцию, прошло 40 лет, и эта же дискуссия продолжается. То есть вот против, вы видите, которые не показали выигрыша, то есть идет перелечивание с лимфодиссекцией при ранних стадиях, и в то же время вот японское исследование клиники МИО, но здесь более такие распространения, вторая уже стадия здесь больше звучит, там первая стадия, здесь и третья стадия, то есть наоборот, что недолечивание, надо делать тазовую лимфодиноктомию, и не просто тазовую, еще и параортальную, потому что это зона регионального метастазирования рака эндометрия. И поэтому рекомендации звучат так, при низком риске, а это основная группа больных, при G1 и G2, при инвазии менее половины, вы можете не делать лимфодиссекцию. При высоком риске, внизу, это G3 или глубокая инвазия в миометре, обязательно надо делать лимфодиссекцию. Больше вызывает сомнение, да или нет, это промежуточный риск при глубокой инвазии, но высоко или умеренной формы, и G3 с поверхностной инвазией. И все же больше, наверное, звучит это как плюс в нашей клинике и во многих клиниках, чем минус. Определение сигнальных лимфодических узлов для рака эндометрия, это очень, я считаю, актуально, потому что вы видите, надо или не надо, особенно для промежуточного риска, чтобы не перелечить лимфодиссекцию, не вызвать лимфостазы и так далее. Возможно, здесь как раз даже больше такое применение, чем при раке шерекемат, как стандарт мы будем делать. А надо или нет, для рака эндометрия, вот это, наверное, может помочь определению сигнальных лимфатических узлов. Альтернативой стандартной хирургии может быть влагачная гистеректомия, сальпинга аваректомия или лучевая терапия, которая дает при двухлетнем контроле в хороших руках Людмилы Ивановны Крикуновой, к примеру, это 90%. Хирургия второй, третьей стадии – это радикальная операция при второй стадии с лимфодиссекцией. Но если раньше мы говорили о радикальной гистеректомии, то сейчас говорят о том, что можно делать простую гистеректомию с лимфодиссекцией. Но обязательно, конечно, лимфодиссекция. Если третья, четвёртая стадия – это циторедукция и мультимодальный подход. Неэндометриоидный рак – это и сирозный, в первую очередь, звучал. Вот Лена Александровна, это её кандидатская была, это первая работа была в России по сирозному раку. Наши гистологи просто даже не ставили такого диагноза – сирозный рак эндометрия. Но потом, вот, вместе с Эдуардом Леонидовичем Венештатом, на базе городского онкологического диспансера они сумели собрать большой материал, который соответствует тем и зарубежным клиникам. И сейчас наши гистологи, да, и мы тоже знаем о сирозном раке достаточно много. Что же для неэндометриоидного рака? Показано во всех случаях лимфодиссекция. Но вот аминдоктомия показана только для сирозного рака. Не нужно делать при светлоклеточном и даже при карценно-саркомах, которые отнесены к раку эндометрии. Ну, то есть, вот, резюмировать по хирургии я не буду раку эндометрии. По адювантной терапии, еще раз хотела сказать, что большинство пациентов имеют низкий риск рецидивирования, и им достаточно хирургического лечения. Разработанная группа риска, кому показано, это особенно Эстро разрабатывал, и вот их такая таблица у нас сведена здесь. Кому надо, кому не надо проводить адювантную лучевую терапию. Вы видите, с низким риском не надо. При промежуточном риске только влагальщинная брахиотерапия, и то возраст до 60 лет, что звучало, лучше не проводить, так как это может провоцировать развитие другой опухоли и вызвать ухудшение качества жизни. И далее, вот варианты при высокопромежуточном риске. Вот появилось такое здесь определение у радиологов, где показано брахиотерапия или в сочетании с дистанционным облучением. И вот при высоком риске комбинация с химиотерапией. Какова оптимальная системная терапия рака эндометрия? Если это диссеминированный, ну, при распространённом раке эндометрия, это, возможно, гормональная терапия, которая эффективна при G1 и G2. Ну, конечно, лучше знать рецепторный статус. Это мы сейчас имеем возможность иммуногистохимически делать. Желательно, конечно, делать ещё и биопсию рецидивного узла, потому что рецепторный статус может поменяться. Какая гормонотерапия? Рекомендуется, в основном, как правило, гистогены. Опять же, это Провера. За рубежом 200, но у нас таблетки по 500, но лучше их не делить, потому что там эти таблетки без разделения борозды. Или Мегейс 160 или 80 мг, можете снизить дозу. Могут рассматриваться и другие препараты. Это прогестины в комбинации с томоксифеном, томоксифен самостоятельным, ингибиторы ароматазы и серы. Но, в общем-то, предпочтение отдаётся прогестинам. Относительно химиотерапии стандартов, в общем-то, особых нет. Вот вы услышали для одевантной терапии, нужно, не нужно, в качестве лечебных материалов, в лечении больных и распространённым процессом. Если раньше была монотерапия доксорубицином, потом перешли к доксорубицину с цисплатином, посмотрите, кривые-то фактически одинаковые. Но об этом как-то забывается, но была схема стандартом AP, потом была предложена схема TAC, где паклитоксил, доксорубицин и цисплатин. Казалось бы, результаты лучше, но эта схема более токсична, и поэтому пришли к мнению, что достаточно проводить схему паклитоксил с карбоплактином, как при гинекологическом раке, как при раке яичника. Ну и вот стандарты – это карбоплактин с паклитоксилом через 3 недели при диссеминированном процессе, но, возможно, и триплеты. Таргетная терапия ещё в зачатанном состоянии изучается для рака эндометрия. Ну вот видите, рекомендация – рекомендация, но индивидуальный подход должен быть всегда. Спасибо за внимание.